В Коркино впервые за 62 года отремонтируют местный детский сад. Он уже давно нуждался в глобальной реконструкции. Стены здания в трещинах, пол проваливается, крыша течет в окнах, сквозит ветер. Как преобразится здание после ремонта? Сколько денег необходимо для перезагрузки детсада? Расскажет Маргарита Хижняк. Видите, что все осыпается, что не прикоснись. Вот оно, не то что какие-то усилия, элементарное прикосновение. Вот это уже оно. Заведующая Наталья Бакина демонстрирует плачевное состояние детского сада. За 62 года с момента строительства капитального ремонта здесь не было ни разу. Трещины идут по всему зданию, потолок провис. Пол шатается, щели в окнах. Проблемы с системой отопления. Мы отапливаем улицу, это рама одни. Все окна были вывернуты вперед метеорита. Холодно, холодно и детишкам, холодно и сотрудникам. Однако скоро все должно измениться. В здании, наконец, проведут ремонт. Потратят на это 60 миллионов. Заменят полы, крышу, окна, возведут новые стены. Поставят современную систему отопления и водоотведения. Благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель, оборудование и игрушки. Работы уже идут. Нам хотелось бы, чтобы садик, который ходит мой ребенок, был, конечно, красивый, яркий, удобный, светлый, комфортный. Чтобы не было никаких у нас ситуаций, что там что-то может у нас там обвалиться, обрушиться. Деньги на реконструкцию направила русская медная компания. О проблемном здании они узнали от председателя собрания депутатов Коркинского района Натальи Лощининой. На очередной встрече с Игорем Алексеевичем я ему показываю, вот смотрите, ему ребятишек поздравляли. И он смотрит на фотографию на детей, говорит, ой, как замечательно. Говорит, а вот это что за детьми? Я говорю, это детский сад. Вот это здание, в которое ходят детки. Я говорю, да, вот эти малыши, да. Так, нет, ну так не должно быть. Для нас реально очень значимо, чтобы люди, которые работают у нас, которые просто живут даже рядом с нами, чувствовали уверенность в завтрашнем дне, жили в комфорте. Особенно для нас важно, чтобы это переживали молодые люди. Чтобы у них была возможность найти хорошую работу, как-то карьерно расти, создавать семьи, рожать и воспитывать детей. На время ремонта воспитанников распределили в другие дошкольные учреждения Коркина. В обновленный детский сад малыши вернутся уже к Новому году. Напомню, в 2016-м похожий детсад РМК отремонтировала в Карабаше. Тогда на открытии был губернатор Борис Дубровский. Руководители учреждений уже хотят их сделать садами-побратимами.